Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Очень тяжелый матч. Соперник очень сильный. Зенит это флагман российского футбола, чемпион последних лет. Мы понимали, как нам будет непросто, поэтому... План на игру наш был такой, не дать сопернику разбежаться. Максимально действовать компактно. Ну и хотели, чтобы у нас были аргументы в атаке. Удалось забиться стандарта. Потом, конечно, очень тяжело с таким классным соперником оказывать давление на протяжении долгого времени. Этот результат мы заносим себе в актив. Понятно, что было желание победить. Мы реалисты. В этой игре было его сложно реализовать. Но ребятам я сказал, что они молодцы, проявили характер. И самое главное, что мы психологически не просели. И хотелось бы поддержать ребят, которые не вышли. Я понимаю, что каждый хотел сыграть в этом матче. Но состав это моя прерогатива. Огромное спасибо болельщикам, потому что я думаю, что их вклад был решающим сегодня. Когда вы выпускали Максимова, была какая-то такая хоть один процент из ста? Какая-то тайная мысль? Шальной, да? Вот что-то такое. Мелькнул у вас? Ну, Максимов это человек, который может создать себе момент и может его реализовать. И был у него момент, когда он после стандарта добирался головой, бил поворотом. Конечно, его мастерство, оно высокое. Была надежда, что он найдет момент и забьет мяч. Еще вопросы, коллеги? По поводу замены. Ушел, добрый вечер, ушел Гангарзе. Вместо него вышел полузащитник. И только через 15 минут вышел опять сторонопадающий. А Паев ушел на фланг? Да, я понял ваш вопрос. Мы немножко перестраивались по ходу матча. Нужно было закрыть зоны, где соперник был очень активным. Поэтому, да, мы немножко изменили функционал футболистов на поле. И некоторые футболисты сегодня играли, скажем так, не в свойственных для себя позициях. Но справились, молодцы. Поле нашего стадиона стало уже хорошим тоном ругать. Если его не поругают, то значит, что-то неправильно произошло. Уравнивает оно шансы командного взгляда? И является ли каким-то козырем в матчах с теми, кто заведомо сильнее? Ну, мне тяжело ответить за другую команду. Нам оно не мешает играть. И я не могу, у меня нет нареканий в качестве поля никаких. Вопрос другой, что некоторые команды любят быстрый футбол, некоторые силовой футбол. Но главный тренер «Зенита» сказал, что поле одинаково для всех. И все в равных условиях были. Потому что в Краснодаре, допустим, они поле делают под себя очень быстрый газон. В Грозном замедляют специально движение мяча, там высокая трава. То есть здесь мы искусственно ничего не делаем. Мы рады, что у нас есть вообще возможность играть на таком прекрасном стадионе. И я вас поверяю, что ни один футболист у нас не ищет никаких причин выражать недовольство газоном. Да, то есть качество газона вас устраивает полностью сейчас на данный момент? Меня лично вообще все устраивает на данный момент, да. Еще вопросы? Когда можно ждать возвращения на поле «Альшин»? «Альшин» должен появиться в ближайшем матче. Сегодня «Альшин» уже был готов выйти на замену. Просто из соображений, скажем так, трактического характера мы его придержали сегодня. «Альшин» тот игрок, который больше в атаку нацелен. Сегодня жесткий матч, очень непросто выходить в таком матче на замену, когда большой промежуток времени был у него без игровой практики. Поэтому «Альшин» готов. Я думаю, в ближайшем матче мы увидим его и, возможно, даже в стартовом составе. Спасибо. У меня еще такой вопрос. Кузы, если вы не знаете, были боевитости и стандарты, а вот какие-то сюрпризы дополнительные можете химикусы в чемпионате появиться? Ну, мы, конечно, будем стараться, не то что боевитость и стандарты. Стандарты, я вам тоже скажу, это искусство, тоже надо уметь их реализовывать. Всегда мы хотим играть с позиции силы, не всегда соперник позволяет. Чтобы мы понимали, что если мы вяжемся с «Зенитом» в открытый футбол, то нам достаточно сложно будет рассчитывать на положительный результат. Мы еще пока растем, и в некоторых матчах мы все-таки подстраиваемся под соперника. Ну, не то что прям совсем подстраиваемся, учитывая его сильные стороны и слабые. Я думаю, что схемками мы проанализируем, у нас есть неделя впереди, и, возможно, подготовим сюрприз. Субтитры создавал DimaTorzok